Сегодня в Испании внеочередные парламентские выборы. К ним привел уже хронический бунт в Каталонии, где силен сепаратизм. Так что сейчас? Попытка перезагрузить власть? Прошлые парламентские выборы прошли в Испании весной, но по их итогам сформировать правительство так и не получилось. А с Каталонией решение так и не найдено. С протестами борются лишь с силой. Из Испании, с последней информацией, Анастасия Попова. Полиция в этот раз не ждет, а сразу идет в наступление. Дубинки на готове, студенты бросаются в рассыпную. Работники кафе торопятся убрать мебель с террасы, закрывают заведение. Вместе с каталонской полицией работает присланная сюда под выборы национальная гвардия. На нашивках испанский флаг. Ведет себя жестко, по-хозяйски. Молодежь блокирует дороги мусорными баками, которые по их замыслу очень скоро должны стать горящей баррикадой. Стражи порядка. Журналистов летят мешки с тухлыми яйцами. Небольшие группы людей в масках быстро рассеиваются в соседних переулках. В этот вечер, накануне выборов, в Барселоне объявлен оранжевый уровень тревоги. Студенты обещали провести здесь акцию гражданского неповиновения. Хотели, чтобы вся эта улица вновь была в огне. Но полиции сегодня здесь так много, что даже подойти сюда очень сложно. Большая часть сторонников за независимость против погромов. Другая уже не видит смысла в мирных протестах. Мнения поляризуются на всех уровнях общества, даже внутри отдельно взятой семьи. Диего по профессии экономист считает, что отделение Каталонии приведет к изоляции и нищете. Его брат Луис не видит будущего в составе Испании. Я за независимость, потому что хочу лучшее для моего сына. Единственное, что предлагает Испания – неуверенность, коррупцию, авторитарное правление. Но у меня тоже есть дочка, я тоже хочу ей лучшего. Единой Испании? Единой Испании, в составе единой Европы. Говорят, что испанцы подавляют Каталонию. Как же тогда, спустя 300 лет, это самый богатый регион страны? Есть свой язык, свое телевидение. Политически Испания в глубоком кризисе. Четвертые парламентские выборы за последние четыре года. Премьер Педро Санчес не смог договориться ни с одной из партий, чтобы набрать необходимое большинство для формирования правительства. Ключевая проблема – Каталония. Год назад сторонники независимости помогли Санчесу прийти к власти. В качестве благодарности они рассчитывали на переговоры о плебисците. Но сегодня партия социалистов занимает очень жесткую позицию в отношении своих бывших союзников. Они заинтересованы лишь в том, чтобы разделять общество, чтобы навязывать свою волю. И это называется таким, простите, крепким словом – тоталитаризм. А соцпартия не намерена подыгрывать сторонникам независимости, чтобы они продолжали обманывать и раскалывать. Нет, все совсем не так. Наоборот, мы требуем вынести вопрос политического будущего Каталонии на общественное суждение, то есть провести референдум, на котором можно проголосовать за или против. Мы не навязываем голос за. Лучший демократический арбитр – это избирательные урны. Надо спросить людей. Премьер Педро Санчес непреклонен. В одном из интервью он открыто признался, что испанская прокуратура подчиняется его правительству. Это заявление в обществе произвело эффект разорвавшейся бомбы. Тут же последовало смелое предвыборное обещание Санчеса – вернуть и посадить беглого каталонского президента Карлоса Пучдемона. Я попросил генерального прокурора активировать европейский ордер на арест. Мы ждем, каким будет окончательное решение бельгийского правосудия. Но в любом случае мы этим занимаемся. На этой неделе в Брюсселе прошло первое заседание суда возможной экстрадиции Пучдемона. Бывший президент Каталонии, а ныне евродепутат, пока правда так и не допущенный до участия в сессиях, Карлос Пучдемон вот уже два года живет в изгнании в Бельгии. Он поселился вот в этом доме в коммуне Ватерло. Этот подарок для меня очень дорог. Здесь нет ничего ценного. Смотрите, здесь земля, листики, веточки. Но все это, включая воздух, из моего родного города, из Жироны. Мне это напоминает о доме. Я каждый день на это смотрю и говорю себе, однажды я вернусь. Пока он может вернуться лишь в качестве обвиняемого в мятеже и растрате госсредств, за что его зама, вице-президент Ариона Жункераса, уже посадили на 13 лет. Еще восемь человек также получили сроки. Пучдемон сейчас под подпиской о невыезде. Живет на трехэтажной вилле Ватерло. Аренда обходится около четырех с половиной тысяч евро в месяц. Готовит сам, завел себе двух кошек. В интерьерах все посвящено независимости Каталонии. Это одна из урн, которые мы использовали во время референдума. Вот так она открывается. Мы их купили сами. Но мы не использовали ни одного евро из государственной казны. Это все были пожертвования. Так что это абсурдно и глупо говорить, что мы растратили госсредства, потому что это не так. Такие же урны теперь стоят в центре Барселоны, в палаточном лагере, который разбили протестующие студенты. Деньги собирают снова. На этот раз на поддержание нужд и хозяйственные расходы. Это очень символично. Раньше мы опускались сюда бюллетени, когда голосовали на референдуме. А теперь люди бросают монеты, чтобы мы могли здесь подольше продержаться. Впрочем, денежный вопрос уже поссорил обитателей лагеря. Часть студентов обвинила другую в растрате собранных средств. Около ста человек собрали свои палатки и покинули площадь. Остальные продолжают там жить. Что у вас сегодня на обед? Ну, то, что люди сюда принесли. Вегетариатская паэлья, салат с макаронами, хлеб с помидорами, бутерброды. В Испании считают, что положить конец политическому кризису в правительстве хотя бы на время способен лишь один человек. Король Филиппе VI. Он может заставить крупнейшие партии пойти на уступки. Но в вопросе Каталонии монарх категоричен. Никаких разговоров об отделении не может быть. Каталонцы обиделись. Прибывшего в Барселону Филиппа VI встретили лозунгами «У нас здесь нет короля». Полиции пришлось сдерживать толпу. Люди стучали в кастрюле, пытаясь не дать королевской чете уснуть. И жгли портреты Филиппа VI. Впрочем, тот не испугался. И вместо того, чтобы уехать в тот же день, демонстративно продлил свой визит еще на двое суток. Словно желая показать, что Каталония все еще является частью испанского королевства. Анастасия Попова, Леобернацкий, Михаил Блохин. Вести недели. Бельгия. Испания.